Друзья, добрый день! С вами опять Катя. Я вас, как всегда, приветствую из Тосканы. Добро пожаловать на мой канал. Для тех, кто первый раз попал на мой канал, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана. И мы с вами сегодня осмотрим вот этот замок. Находится буквально в 15 минутах от нашего города, от Кинчану Терми. И этот замок называется Спе-да-Лето. То, скорее всего, что слово происходит от слова «оспиты», то есть «гости». Пойдем осматривать. Друзья, зачастую вы мне задаете один и тот же вопрос. Вот если когда-нибудь мы приедем в Тоскану, и мы не захотим чувствовать себя обычными туристами, где мы сможем остановиться, чтобы воистину прочувствовать настоящую жизнь в Тоскане? И не современную, а средневековую. Потому что в своих предыдущих видео я рассказывала, что наш город Кинчану Терми, Монтепульчану, Пьенса и вот те города, которые находятся в районе Вальдорча. Вальдорча – это вот эта самая замечательная панорама, которая вам очень нравится. Кстати, откуда произошло название Вальдорча? От реки Орча, которая протекает как раз через наш район. Вы сейчас видите церковь. Эта церковь была построена в 13 веке. Но сам замок, в который мы сейчас с вами вошли, он датируется 12 веком. И так называется Спидалетто или маленькое укрытие. Но дело в том, что по-итальянски госпиталь – это Оспидали. Поэтому считается, что у этого замка в средние века было двойное значение. Это гостиница и это больница – Оспидали. Этот замок был построен в 12 веке. Он был построен монахом Угулино. И находится он вдоль улицы Вия Фран-Чи-Джи-На. Фран-Чи-Джи-На. Если вы посмотрите по карте, то вы увидите, что это улица Фран-Чи-Джи-На. Она соединяет северную часть Италии с Римом. Итак, в первую очередь это было пристанище для пилигримов, то есть для паломников, которые шли в Рим, шли к римским папам. И маленькое укрытие. Этот замок первый раз упоминается в летописях французским королем Филиппом II. Он упоминает этот замок в своих мемуарах в связи с его крестовыми походами. Филипп, французский король Филипп, принимал участие в этих крестовых походах в 12 веке. И считается, что он в этом замке также останавливался. В 1236 году замок Спидалет и перешел под управление больницы Санта-Мария-де-Ла-Скало в Сиене. Я напоминаю, друзья, что до 16 века наши города, Кинчано-Терми, Монтапульчано, мы относились к Сиенской республике. И только в 16 веке после войны с Флоренцией мы перешли под патронаж Медичи. Спидали Дель Понте-де-Лорча. Понте – это значит мост. И почему название изменилось именно таким образом? Благодаря близости к старому мосту через речку Орча. Дело в том, что сегодня в водах этой реки остаются только некоторые руины. Руины, которые когда-то тоже являлись замковой частью. Посмотрите, очень красивая панорама, то есть это целый внутренний комплекс. Вот то, что вы видите, друзья, это корпусан. То есть здесь люди могли отдохнуть, и здесь же оказывалась медицинская помощь. Вот обратите внимание на колодец, для чего использовались вот эти колодцы, для сбора воды, дождевой воды. Поэтому Тоскана во все времена жила именно таким образом. То есть не было водопроводов, не было акведуков. Акведуки все-таки в первую очередь – это больше Рим. А здесь собиралась дождевая вода, поэтому каждый город имеет вот такой колодец. Вот эта часть, посмотрите, пожалуйста, куда мы сейчас с вами зайдем. Там как раз находился гостиничный комплекс. То есть просто для людей, которые хотели отдохнуть. Для больных больные распределялись отдельно. То есть здоровые люди и больные люди никаким образом не пересекались. Вот вы обратите внимание, что все фрагменты оригинальные. Все датируется XII веком. Конечно, этот замок, он перестраивался, реставрировался, но частично. Новые структуры были добавлены где-то в XVIII веке, в XIX веке. Но в первую очередь добавлялось только для того, чтобы и соображений, чтобы укрепить основную структуру. Была охрана у этого замка. Несколько колодцев входит в состав, поэтому все оригинальные фрагменты были сохранены. Благодаря множественным пожертвованиям, замок приобрел хорошую репутацию. И кроме Карла II Хромова, здесь останавливался в том числе и папа Римский Пий II. Мы сейчас с вами пройдем направо, повернем и вы увидите, на мой взгляд, очень красивую панораму на Вальдорча. Вот она перед вами. Как я вам рассказывала и в предыдущих видео, что, на мой взгляд, это самая красивая часть Тосканы. Мы сегодня прогуляемся с вами по Вальдорча. Я думаю, что вы сможете, красоты Вальдорча, самостоятельно оценить по достоинству. Смотровые башни, потому что замок оборонялся от разбойников. Если вы посмотрели одно из моих предыдущих видео, я рассказываю вам там о Радикофане. Это тоже небольшой город, который находится в нашем районе. И про местного Робин Гуда. Поэтому смотровые башни, конечно же, строили, боялись грабежей. Колокол оригинальный, датируется XII веком. Вот чем знаменита Тоскана, это, конечно же, Кипарисовая аллея. И мы с вами увидим сегодня кипарисы. Или, как еще его называют, кладбищенское дерево. Потому что это одно из немногих деревьев, где корень не растет горизонтально. Растет исключительно вертикально. То есть, таким образом не разрушает могилы. И сейчас я покажу вам одно из самых старых деревьев в Тоскане. Дерево, которому 400 лет. Поэтому следующее место, куда мы с вами сейчас проедем, называется Накуэрча Дели Кеке. Вот, посмотрите, пожалуйста. Отсюда открывается вид на Монте Амиата. Высота этого холма примерно 2000 метров. Где-то 1749. Смотрите, пожалуйста. Вот этому дереву 400 лет. Лесопатологи порекомендовали обрезать некоторые ветви для того, чтобы сохранить дерево. Поэтому вы сейчас увидите само дерево и вот эти ветви, которые были отрезаны лесопатологами несколько лет тому назад. Поэтому дерево живо, здорово. 400 лет ему. И это тоже, это дерево стало недавно культурным наследием Италии, культурным наследием Тосканы. Поэтому охраняется. Видите, даже мертвые ветви было решено оставить. Вот, как раз срез. Посмотрите, пожалуйста, перед вами. Вот гора Амиата, которую только что вы видели, находится в южной части Тосканы, 50 километров к юго-востоку от Сиены. Как раз вот тот самый путь между Флоренцией и Римом. Там же, где находится и замок. То есть вот это дерево находится буквально в пяти минутах на машине. И вообще гора Амиаты это вулкан, который остается спокойным уже более двух тысяч лет. Ну а считается, что вулканическая деятельность полностью не прекратилась. И на это указывают геотермальные источники, гейзеры на склонах этой горы. И они используются в наше время для получения электроэнергии. У нас очень много каштанов в этом районе, каштановые леса. И да, у нас здесь достаточно много редких видов хищных животных и птиц. Волки. Кстати, вот сейчас во время карантина люди обратили внимание, что чаще стали встречать волков. Стали приближаться. К городам, к населенным пунктам. И вот как раз я вам показываю. Это еще лес, который находится у подножья, у горы Амиата. Здесь растительность их войная. И, конечно же, я смогу вам показать кипарисовые аллеи. Проедем через них. И вот в этом районе снимался фильм «Гладиатор». Я этот фильм видела один только раз. Больше не пересматриваю, потому что очень много исторических ошибок было допущено. И с точки зрения истории костюма. Там, по-моему, кольчуга используется в этом фильме. Кольчуги не было, потому что, друзья, кольчуга – это средневековый атрибут. Если говорить о Марке Аврелии, это второй век после Рождества Христова. Напутали последовательность императоров. Но Голливуд есть Голливуд. Но вот тут хотела бы рассказать эту деталь. Наверное, вас заинтересует. Вот главный актер – Рассел. Я не помню фамилию. Я просто не знаю голливудских фильмов. Кроувен. Вот есть такая обложка, когда он стоит спиной и как раз смотрит на долины Тосканы. Так вот, дело в том, что на этой обложке не сам вот этот голливудский актер, изображен Рассел, а дяденька-лесоруб, местный лесоруб, который жив и здоров. Я надеюсь, что в одном из последующих видео у меня будет возможность вас с ним познакомить. И он расскажет, как его снимали, как дублера в эпизоде этого фильма. И именно его спина попала на обложку, а не спина вот этого голливудского актера. Видите, вот такая интересная деталь. Практически мало кто знает о ней. Поэтому в последующих видео обязательно вас с ним познакомлю. Вот именно здесь снимался фильм «Гладиатор» и «Английский пациент». Я надеюсь, что вам понравилась природа Тосканы и что вы обязательно сюда к нам приедете. А я вас буду ждать. Спасибо вам большое за просмотр.